Прежде всего, самое выражение тезис, антитезис, синтез происходит из философской системы Гегеля. То, что обычно называют гегелянской диалектикой. Он говорит, что таким образом, то есть через тезис, антитезис и синтез, разные, можно сказать, начало или вещи достигают совершенства. — Скажем, Маркс считал, что именно в силу того, что подобное явление имеет место, коммунизм неизбежен. — Я не собираюсь входить в детали построения коммунизма в бывшем Советском Союзе. Но когда Шрила Шридармаража, он говорит, что в целом, он говорит, что «егель шайб». — «егель»? — «шайб». Знаешь, как в Индии, шайб — это может быть форма респекта для белых мужчин. Это может быть немного неизбежным, как она используется. Но, в любом случае, это тот же момент. Это просто интересно для меня. Но он говорит, что то, что Гегель дал в своей философии, может быть использовано в сознании Кришны. — Существует так называемая ньяя-шастра, то есть писания, которые говорят о законах логики. — Один из примеров, которые там приводятся, когда некто указывает кому-то на Луну, но при этом он указывает не в прямую, а показывает на... В качестве ориентира он приводит дерево и ветвь этого дерева, которое направляется в сторону Луны. — И это означает, что Луна — некий отдаленный объект. — Если некто не в состоянии видеть саму Луну, мы можем показать ему на ствол дерева, сказать, видишь дерево, вот видишь ветку этого дерева. — И теперь проследи направление. Как бы в той стороне, где ветка, ты увидишь Луну. — Естественно, что Луна не находится на конце этой ветки. — Но ветка в данном случае — это нечто наиболее приближенное к нам, что мы можем использовать как указатель, как ориентир. — И, сфокусировав свое внимание на этом более приближенном к нам объекте, мы можем указать при помощи его на некую более отдаленную истину. — Мы должны помнить, что когда мы, пытаясь объяснять истину сознания Кришны, используем всевозможные аналогии, примеры или метафоры, то сами по себе эти аналогии, примеры и метафоры истиной не являются. — Это не более чем указатели, так сказать, местного значения. — И они призваны помочь нам обратить наше внимание или увидеть более отдаленное от нас истину. — Шрила Шридарма Хараж использовал это понятие Гегелевской диалектики, а именно тезис, антитезис и синтез, для того чтобы показать разнообразие вещей в бытии. — Та же самая мысль на его языке была выражена по-другому. Он говорил иногда, прогресс, движение вперед, означает отвержение старого и принятие нового. — Что означает постоянное и непрекращающееся углубление духовной концепции, духовного понимания или представления. — Мы находимся в некой определенной ситуации, в определенном положении. Это своего рода тезис. Но затем может возникнуть некое противостояние или нечто, идущее вразрез с нашим положением. И это можно сравнить с неким антитезисом. Но в конце наступает синтез. И этот синтез сам по себе является новым тезисом. — Такова природа движения тех, кто прогрессирует, тех, кто идут. — И мы можем рассматривать свое нынешнее положение, принимая подобный подход или подобную формулу в отношении нашего теистического развития. — До знакомства со знанием Кришны мы могли иметь склонность и привязанность к христианству или к какой-то иной форме теизма, какой-то другой религиозной концепции. — Но у нас было нечто, некое начало, которое побудило нас или подтолкнуло нас к сознанию Кришны. — И также побудило нас оставить наше прошлое положение. — И затем, когда связь со знанием Кришны была обретена, дальнейшее углубление и дальнейшее углубление понимания необходимо. — А что именно Кишор ты имел в виду? Это как бы в целом положение такое? — У меня как бы есть свое представление, да? — Когда я слышал и читал вот это выражение, да? — Но вот хотелось узнать непосредственно вот как бы мнение… — А можно продолжение как бы вопрос? — А нам какая польза от этой философии? То есть что мы можем реально какую пользу от этого извлечь? — Он говорит, что в практическом смысле, что мы можем получить от этой философии, от этой концепции Хегелова? — Ну, это то, что я хочу сказать. — Речь идет о том, что для того, кто совершает прогресс, движение вперед, для него эта формула означает самоисследование и размышление о своем пути. — И это означает также, что мы должны научиться находить ценность в оппозиции, в противостоянии. — Как мы говорили вчера, когда мы говорили о киртане, Шрила Сарасвати Такур сказал, что киртан означает борьба. — Вчера говорилось о киртане, а Шрила Сарасвати Такур имел обыкновение говорить, что киртан означает сражение, битву. — А это означает, что кришна концепция противостоит или сражается с иллюзорной концепцией, с заблуждением. — И то, что, казалось бы, противостоит сознанию Кришны, враждебно Ему, может в конечном счете сподвигнуть человека следующего сознанию Кришны на то, чтобы он исследовал себя и, как бы, чтобы он больше размышлял о себе и о своем движении. — Когда некто бросает вызов нашей вере, то этот вызов заставляет нас вновь задуматься над тем, во что мы верим. — И, как следствие, появляется более, ну, появляется сосредоточенность в большей степени. — И поэтому это противостояние, этот вызов имеет, обладает ценностью. — Абсолютное и относительное. Относительное также обладает своим положением. — Возможно быть в сознании Кришны и при этом иметь отсутствующий ум. — Или отклониться и принимать за сознание Кришны нечто другое. — Но если некто бросает вызов тому, во что вы верите, то тотчас же ваша направленность или ваша сосредоточенность на сознании Кришны возрастает. — А в категории Гегеля оппозиция, противостояние описывается как антитезис. — И Шрила Сарасвати Такур, one of his expressions that he would say many times is that religion means proper adjustment. — Также Шрила Сарасвати Такур умел обыкновение говорить всегда, что религия означает занятие верного положения. — Религия означает верное положение или верную позицию, правильную позицию. — Для нас это означает, прежде всего, иметь некое основание, некий фундамент. — Но мы живем в относительном мире. — И этот относительный мир, в котором мы находимся сейчас, не может быть полностью исключен из нашего понимания. — Сознание Кришны означает слышать зов Абсолюта, находясь в относительном положении. — И мы должны так или иначе приспосабливаться к обстоятельствам для того, чтобы совершать дальнейший прогресс. — И, как говорилось прежде, речь, вот в объяснении этих тем, речь идет в целом, в общем и целом идет о прогрессе. — Другой способ или путь восприятия этого — это можно назвать духовным здоровьем. — Когда организм здоров, то человек принимает пищу, и то, что необходимо организму усваивается, то, что не нужно, отторгается. — И это признак здоровья. — Если нет отторжения, тогда наступает запор. — Если мы не исторгаем из себя некоторые вещи в духовном смысле, тогда мы страдаем от духовного запора. — Иногда люди в сознании Кришны задаются вопросом, почему они не видят, не ощущают духовный прогресс. — И, как вы видите, если вы спиритально констипированы, то вы чувствуете блазе, hunger исчезает, то вы становитесь болен. — Если присутствует запор, тогда есть отсутствие аппетита и пониженный тонус и все остальное. — Когда человек здоров, то он, соответственно, принимает пищу, и организм отвергает то, что не нужно, и берет необходимое. — Нечто в этом роде. — Это, конечно, очень грубый пример. — Очень грубый. — Зато он отвергает. Продолжение следует...